наступает время вдохновения привет дамы и господа сегодня это все отобрали слова не успел сказать ничего я ванила абсолютно добро пожаловать на мой канал сегодня у меня в гостях довольно интересный но мало кому известный художник андрей тарусов да телефон отключить тебя кстати как называть ванила лучше тебя настолько уже привык что ко мне мужском обращаются ванилы что не пофиг у людей вообще отскакивает улетает какую-то далекую полочку моего мужское имя как только они узнают что я занимаюсь драгом или там видят меня несколько раз особенно те с кем работаю чаще видит меня естественно в образе поэтому вот реально на вторую третью встречу они уже забывают что ко мне можно обращаться как-то иначе но я привык спокойно но так тебя вообще все да меня зовут сева все волод а да так вот ты сразу начал про свое мужское женское а сева или ванила занимается драгом драг queen драг queen дра вести можно еще говорить но я не отношу себя кстати я почти не слышал у нас так вообще никто не называет ну потому что ты же с каким поколением артистов ты чаще всего общаешься мы нынешним молодым вот а старые за за на поле это праве да 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 и как бы я например с его творчестве делаю но что-то очень сильно отличающиеся от того что называют травести и поэтому как бы мне комфортно так смотри есть старая школа давай мы сразу определим для людей кто вообще не в курсе вижу такие что такое драг что такое драг queen что такое травести что это не шоу трансвеститов это не шоу транс сексуалов как в таиланде это все по-другому давай все вот это расскажем смотри легкие ты как никто другой разбираешься вообще изначально это как бы правильно называть травести или травести это французского когда там это девушки играли молодых парней а правда это театральное понятие когда девушки играли парней вот а потом ну насколько я знаю у нас в россии принято 90-е было принято 90 начала 2000 было принято называть травести шоу вот и за за на поле там лора колли я могу назвать много именов все равно их не знаете но он за за на поле я только зналите меня лопа галоген там много кого кого не застал кто ушли из этого дела в общем они на 90-е но это такое как бы конец середина девяностых середина двухтысячных когда тогда были тракать когда вот это началась вся в москве клубная тусовка а медик лавнам наверно да тогда вот это было травести а такое в обиходе тогда артисты называли трансухами типа не они сами артисты а люди ну и сами артисты порой себя и и гости заведений мы сами до сих пор иногда из себя так называем вот молодое поколение шутку типа в шутку да но это такое но я к этому отношусь как своеобразная n-word вот то есть типа вы можете себя называть а другим не очень как на типы да то есть может это отголосок того старого времени то что у нас сейчас как бы с трансухами олицетворяется старая школа то есть может изучить возрасте которые не делают там ничего такого прям разрывно нового только шьют однотипные костюмы вот молодое поколение которые я надеюсь представляю мы выросли когда в клубах были вот травести но в то же время уже был рупол драгрейс который на вас всех супер повлиял да 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 но не само начало сезона до 5 там был он тоже классическим на вести потом начали постепенно появляется дракуин которые как бы начали делать что-то новое что-то отличающиеся помимо того чтобы просто походить на женщину в роскошном вечернем платье стоять у устойки с микрофоном и петь не отходя от него я кстати поэтому вот я предпочитаю чтобы если как-то меня упоминают каких-то интервью или в каких-то статьях чтобы обо мне писали как дракуин ну да это вроде как мы в россии неправильно это произносим и и пишем допустим там типа когда мы переписываемся метки драг то есть через а так и произносим а правильно же типа драг потому что драг это на работе произносить ну да 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 ну как бы вот мы так русифицировали то что мы говорим мы дракуин а не дракуин ну да да ну это не страшно ну короче разница просто спросите у человека кем он себя предпочитает называть травести или дракуин вот но не обращайтесь пожалуйста трансуха и там не знаю как ты еще не знаю пример еще хуже понятно ну а этот понятно но идем разница от да от все остальное да допустим да что это все мужчины не все вот именно драк он очень она смысле ну бывают дракинг Да, бывают драккинги. Есть... Когда женщины, мужчины... Да, есть био-куин, это когда девушки делают драк. А, правда, я вот это не знал. Есть, их мало, потому что, ну... Как называется? Био-куин. Био? Ну, биологически, био-куин. Есть био-кинги, то есть парни, которые делают... Так, а в чём тогда это отличие от всякого бойлеска и... Бойлеск — это бурлеск, который мужчины... А, то, что они не раздеваются. Не раздеваются, да. То есть, если брать очень тупо, то бойлеск, ну, как бы драк и бурлеск сходятся только в одном векторе — это костюмы распиздательшие. И яркий макияж. И, допустим, яркий макияж, но, опять же, у драк-артистов, он чуть-чуть есть, как сказать, отличительные черты. То есть, как большинство драк-артистов, мы меняем своё лицо, чтобы его либо ещё... Либо феминизировать его, либо ещё сильнее сделать его мускулиным. То есть, краски, вот, допустим, Био Кинги, они также замазывают брови, они просто делают их огромными, толстыми, там, подрисовывают себе брови. Которые мужчины... Которые мужчины, которые выступают как мужчины, но причисляют себя к драк-артистам, к драк-сообществам. Ну да. Вот. Краски... Вот, то, что неправильно нас называть трансухами, трансгендерами, но не всех. Потому что есть трансгендерные люди, которые, допустим, в последнем сезоне RuPaul's Drag Race был... Был артист, который она раньше была... Он раньше был девушкой, сменил его полно мужской, и сейчас выступает в драге. Понятно. Как бы... Ну, понятно. Не, ну, всё, как бы, да, логично. Понятно. Ну, то есть, а в Таиланде это, грубо говоря, там, или ещё где-то... Это именно... Трансгендеры? Да, да. Ну, или трансвеститы. И трансвеститы. А трансвеститы — это просто, которые наряжаются? А трансвеститы есть такая помарочка. Это в большинстве своём правильно называть так людей с фетишем. А-а-а. Трансвестит — это... Они вообще не выступают. Ну, могут выступать, а могут и нет. Да, типа кроссдрессеры. Вот. То есть, они это делают для своего какого-то большей части сексуального фетиша. Не ради работы, в общем. Ну, иногда и... Субискор тоже работают, но они не выступают на сцене. Ага. Вот. А мы это делаем для... Ну, как свою работу, да. Ну, да. Ну, я имею в виду, что они не приходят такие в гримёрку, такие, опять выступать, опять это всё красить. Да-да-да-да. У вас, кстати, как с этим... Ты на работу как на праздник? Или как? Ну, всё... Или по-разному в этом настроении? Ну, всё бывает по-разному. Типа, да. Ну, часто бывает так, что ты можешь прийти с не особо хорошим настроем, и за счёт того, что ты выступаешь, ты кидаешь как бы энергетику в зал, она тебе прилетает обратно, и настроение раскачивается. Да-да-да. То есть всё как бы поправимо. Нет, бывали такие моменты, когда, допустим, это чаще случается у артистов, у которых есть регулярные площадки, то есть у клубных артистов, которые резиденты, которые там, допустим, каждую неделю, там, 3-4 дня, допустим, выступают... В одном и том же месте? В одном и том же месте, вот у них иногда, ну, не иногда, а чаще, чаще у них случается выгорание. Типа, я бы ни за что, ну, как бы, может, и хотел бы попробовать. Но это тяжело. Ну, как, допустим, вот на январских праздниках, это как бы вся страна отдыхает, и на майских травестах не отдыхают. То есть там, допустим, за, ну, как вот, я знаю, у ребят было то, что там и 11, и 13 дней в женщине. Ну, то есть каждую ночь они выступают, приезжают, спят, кушают, уезжают на работу, красятся, выступают, смываются, уезжают спать. И вот так вот 11 дней подряд. Жёстко. Как бы... От любая работа так, даже без выступлений. Да, 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 но просто другой вопрос, что не на каждой работе от тебя требуется какая-то эмоциональная отдача или общение с другими людьми, потому что у нас всё равно, даже если ты не ведущий, то как бы ты выходишь там наперекур, люди хотят с тобой пообщаться, потому что, ну, как бы они пришли отдохнуть, у них хорошее настроение, они хотят там, не знаю, сделать с тобой фотку. А всё равно это, как бы, эмоционально затратно. Ну да. Чуть больше, чем, допустим, наверное, работа в офисе. Ну да. Вот. Плюс, конечно, особенность такой работы, это... Ну, два самых простых таких минуса. Минус – это лицо, ну, то есть это каждый день, да, в очень тяжёлом макияже коже это всё нелегко переносить. Каблуки – это тоже не самое, как бы, полезное для организма обувь. Вы же ещё там надеваете кучу этих колготок. Да, 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 то есть, ну, большинство артистов, как бы, периодически там пьют что-то для вен, потому что многие вены на ногах как бы частенько от такого удовольствия могут начать там пухать и всё такое. А, нифига, я вот это не знал. Так что варикост наше всё. Надо же. Потому что... А я думал, наоборот, компрессионные чулки же от этого помогают. Ну, не всегда бывает такое, что... Или когда их всё время носишь. Бывает такое, что через колготки у тебя какая-нибудь вена порой выбивается такая просто привет на утро, когда там, допустим, в клубе, вот, ночью отплясал. Понятно. Короче, ну... Можно я выйду из закрытой позы, да убоёб, сижу весь просто. Да, ты как будто тебя заставил тут распинаться. Да. Расскажи про себя, как ты вообще к этому пришёл, как ты понял, что это твоё призвание, вот, и вообще... Ну... Ты... Вот есть интервью, я оставлю ссылочку, которая недавно с тобой вышла. Прикольно. Оно, правда, коротенькое. Ну, ты там рассказываешь, что ты там переехал в Москву в детстве ещё. Да. Ну, смотри, как бы, когда я начал себя осознавать, как бы, я начал вникать, скажем, в культуру, которая имеется в ЛГБТ-сообществе. И, там... То есть, чё-то... Ну, рано или поздно, если ты начнёшь интересоваться ЛГБТ-сообществом, ты увидишь фотографии, либо видосы, либо клипы с драк-травести артистами. Ага. Вот. Естественно, я это увидел. Там, допустим, изначально, может, там, ЗАЗа Наполи, допустим, потом какие-то иностранные королевы. Ну, то есть, там, уже, наверное, к семнадцати годам, может, даже к шестнадцати. Я бы прошарил этой теме, понимал, что есть вот такое, потому что там видосы спрайдов, допустим, не проходят без фрагментов с артистами, да. Я такой, типа, вау, типа, насколько это классно, насколько это помогает, не знаю, выйти из себя, так скажем, в то же время проявляя себя. Ну, этот грим, он очень сложный, и бывает такое, что, допустим, если люди меня видели только в мужском, то я не знаю. Если они не знают, что я занимаюсь драгом... А, они на сцене не узнают. Да, они меня не узнают. Но и обратно тоже. И обратно тоже. То есть, был такой момент, что пришёл знакомый в клуб, я был в образе, я его поймал просто за руку и такой, давай, узнавай, кто я. Он меня узнал только благодаря голосу и пирсингу. Вот. Я тебя, кстати, на Кинге один раз не узнал тоже. Ты уходил. Был какой-то воланд или что-то. А, да, да. Ну, одна из первых. Ты был там в образе, типа, дьявола. Типа, череп такой, да-да-да, был воланд. Или какого-то такого. Вот. Ты выступил, и всё. А потом я там что-то хожу, и ты такой, уходишь. И такой, всё, типа, пока. Я такой... А потом такой, а-а-а, это ты. И ты такой, да-да. Это моя любимая хуйта, на самом деле. Типа, подойти к человеку, который, допустим, знает меня только в образе, смыться... Ну, смыться, подойти к человеку, который знает меня только в образе, и такой, типа, привет. Ну, вот я тогда тебя, да, увидел первый раз в обычном, в твоём виде, без грима. Да-да-да-да. Прикольно. Ну, короче, ты это всё увидел и стал... Мне это было очень интересно, да. Типа, и я такой, типа, первый же день, когда мне 18 исполнилось, я после института погулял, и благодаря знакомым узнал вообще, что, куда можно пойти. Типа в клубку. Да-да-да, и пошёл. И там же увидел первый раз drag queen, такой, типа, fall in love просто. Это было очень круто. Здесь начал ходить потом чаще, чаще. То есть вот я начал ходить, когда мне было 18 ровно. А первый раз выступил я примерно, когда... Мне в ноябре исполнилось потом 19, и в конце декабря, ну, грубо говоря, через год и полтора месяца, типа, я уже первый раз пошёл выступать. Круто. Я думал... Я о тебе узнал, когда ты на бар Бурлеск первый раз пришёл. Ну ты уже к тому времени... К тому времени я два года уже выступал. Ага. Ну ты... Да. Я-то вообще про это ничего не знал. Я вот... Ну, я Бурлескому интересовался. И про вот эту всю сцену вообще не знал ничего, кроме там наш, то, что там по телеку там скажут. Ну, то, что зал в Наполе слышал. Да, да. И всё. Вот. А... И когда ты пришёл, я в таком шоке был, потому что... Ну, во-первых, это было... А, я с тобой ещё заигрывал во время номера, кажется, нет? Да, ну не помню. Но... Просто было очень... Просто было очень круто, что... Во-первых, это было свежо в плане... Ну, от всего... Бурлеска, да, для русской сцены. Вот. Я первый раз это увидел, это всё супер смешно. Там ты шутил, и ты прыгал на вот этот шпагат или дроп со сцены и вообще охренел. Да, да, да. Это всё очень было круто, потому что вообще часть вот этого драг-культуры, это как стендап, можно сказать. Очень много шуток. Да. И особенно вот ведущие, и они... У них хочется такое специфическое как бы ведение, но очень-очень смешно и клёво. Ну, в плане... Это не обычный стендап, когда там чувак с бородой там что-нибудь грустное рассказывает. Да. А в плане, что это прям подкол, там как прожарка зрителей и всё такое. А, да, да, да. И даже... Ты не вёл тогда к тому? Я... Или вёл уже? Нет. Ну, тогда я типа после шут... После номера чуть пошутил. Типа, здравствуйте. Меня зовут Ванила Абсолют. И я хотел вам признаться. Я неизлечимо болен. У меня есть пенис. И я мужчина. Да, да. Вот. Ну, чё-то да, много... Ещё ты просто, когда все стояли с артистами болтарами. Ты тоже там чё-то шутил, отковал всё время. Вот. И это так было прикольно, что я такой сразу... Ааа, как круто! И... И в общем... Ну, и стал следить за тобой и вообще... Так что ты можешь сказать первый, кого я узнал. Оно мне мешает. Просто урезает половину моего зрения. Вот. Ну, это очень приятно. Классно, на самом деле. Приятно быть первым. Ну, я тогда думал, что ты какой-то новый артист. Потому что я не знал и не следил. Да, да, да. И я такой думал, нифига себе. Типа, новый. А сразу пришёл и типа... Не-е-е. Так круто выступил. Вот. Но ты к тому моменту, оказывается, уже вовсю выступал. И... Так. Ну и что дальше? А, ещё расскажи про вот этот феномен... Наверное, правильно. Домов как бы... Это в вашей культуре или это вообще... Это совсем недавно... Началось? Ну, в России появилось. Типа, насколько я полагаю, насколько я знаю, мой первый хаос именно драг-артистов. Потому что... Ну, изначально это... Как объединение. Такое изобретение квир-сообщества. Это началось ещё вот с 90-х в Нью-Йорке, когда появлялись волкхаусы. Балы там. Балы, да. Вот эта вся тема. И... В России, ну, артисты раньше были связаны максимум какими-то объединениями внутри клуба. Ну, то есть вот с кем работаешь, ну, не более. Может, какие-то приятельские отношения с другими артистами, может, где-то просто пересекались. Но вот так вот объединяться, чтобы делать что-то совместное, такого не было. На самом деле, это очень большое спасибо нашей создательнице Хаос Тине. Она делала выставку, посвящённую как раз Вокбалам, Хаосу и всё такое. А ты, подожди, ты говоришь, это первый дом или как объединение? Ну, именно драк артистов, да. А, реально? Ну, да. Раньше не было. То есть вот у неё была выставка, посвящённая всей этой теме. Она пригласила меня, ещё ряд артистов. И после выставки мы такие, типа, а давайте создадим свой Хаос. Я просто думал, это обычное дело для вас. Нет, нет, нет. Я же говорю, раньше такого не было. Ну, да, я понял. Максимум там... Ну, теперь, наверное, будет. Теперь, наверное, по вашему примеру. Потому что у вас очень... Она вас продвигает, во-первых. Во-вторых, как-то, мне кажется, себя увереннее чувствуешь, когда за тобой, типа, тыл... Ну, в смысле, поддержка дома, там, артистов каких-то. То есть она выступает как, типа, продюсер ваш? Ну, по сути, да. Да. Продюсер, она генерирует идеи по поводу, там, шоу. Ну, естественно, мы это всё вместе обговариваем. То есть нет такой тирании какой-то. И вы из-за этого... Она выходит на площадки... Да, что вы не привязаны к одному клубу, вы из-за этого можете в разных клубах выступать всё время? Не все. Типа, не привязаны к одному конкретному клубу, только трое из нашего хаоса. А остальные являются резидентами того или иного клуба. Понятно. Вот, а я, Канарейка и София, мы в таком, как я это называю... Господи, как это называется? Вольно. Вольно. Ну, как это по-модному называется, скажи мне. По-модному? Я не знаю. Я модно вообще ничего не знаю. Фри... Что-то там... Фриланс? Фриланс. Типа, я это так называю. Прикольно. Безработный по-современному. Вот. Но зато вы активно можете ездить в Питер. Вот, Канарейка мы ездили, сказать, в Питер. Я там выступал. Ну, он тогда просто сам поехал в Питер, насколько понимаю, по тусителям, к знакомым, и его позвали. Ну, естественно, это благодаря тому, что он был... его видели на выступлениях Хаус, девочки с ним выступали. Как думаешь, его храп тоже записывается? А, кстати, это храп. Я думаю, что это за вибрации какие-то? Это мой храпит. Рокки. Я пришёл со своим пёселем. Да. Я думаю, не слышно. Наверное. Прикольно. Так. А вот такой вопрос. Ты вот всё говоришь про ЛГБТ-сообщество и всё такое. Это... Ну, понятно, что это очень связано. Но ведь, наверное, есть кто, как бы, обычное строит в этом или практически нет. Вот кто заниматься драгом. В Москве я знаю трёх артистов. Из скольки тысяч или из четырёх? Я не знаю, сколько артистов я знаю в Москве, но, предположим... Ну, короче, маленький процент. Это маленький процент, конечно. Ага. Я не буду говорить, что сотню я знаю в Москве, но, допустим, пятьдесят человек, наверное. Понятно. Ну, короче... Ну, если так плюс-минус округлить, наверное, из... там, кто чуть-чуть этим занимается, кто долго занимается, кто редко занимается, кто часто. Вот, допустим, из всех взять вот так, ну, может, человек пятьдесят, может, даже поменьше чуть. И вот из всех-всех-всех трое человек. Угу. Просто мне вот интересно про как бы философскую часть этого всего, что вот вы наряжаетесь в таких не просто женщина, экстра-женщина, супер-женщина. Ну, знаешь, откуда это всё пошло? Вот, да, расскажи. Вот этот макияж, когда всё настолько преувеличено. И вы реально... сейчас, можно я скажу? Во-первых, момент такой, что вы... что поклонницы, в основном, тоже девушки. Это, кстати, тоже феномен, который я чуть-чуть не понимаю, но радуюсь ему. Ну, мне кажется, вот им прикольно смотреть, что... ну, во-первых, что мужчины в женщины переливаются, как бы их превозносят в пол женский. И при этом это всё настолько утрировано, что вы там реально смотритесь как супер-женщины. Для мужчин, мне кажется, это агрессивно по многим статьям. То есть это... Нападки на их сексуальность. Да, для геев, мне кажется, это странно, что вы в женщин, ну, превращаетесь. А для не-геев это как бы чересчур... Ну, во-первых, они всё равно понимают, что вы мужчина. Во-вторых, это чересчур агрессивная сексуальность женская. Такая тоже. Потому что мне Катя всё время говорит про бурлеск. Катерина Сахара, известная бурлеск-исполнительница. Это сносочка. Что мужчинам вообще не нравится, когда вот это слишком много грин, слишком много накрашено, всё такое, что типа она всё время говорит, что все любят естественность. Поэтому все инстаграм-аккаунты там бурлеск-звёзд не такие популярные, как какие-нибудь просто девочки... Фитоняшечек. Какая-нибудь, да, просто жопу выкладывает. Вот. Ну, не буду говорить, что это прямо достоверная информация, так было... Это про что-то? Со мной суки, про историю драга, почему мы так выглядим. А, угу. Естественно, драг начался очень давно. Очень-очень давно можно, наверное, рассказать Древняя Греция. Ну да. Когда в театре... Все мужчины. То же самое. Выступали исключительно мужчины, и женские роли играли мужчины. А когда... Ну... Сейчас... Это было ещё в начале, типа, 20-го века, типа, наверное, когда там 10-е, 30-е... Я сейчас пытаюсь вспомнить имя. В общем, когда уже появлялись какие-то определённые гей-лобби, естественно, это были очень закрытые вечеринки, где там, допустим, собирался особый бомонд вот этого сообщества. И некоторые мужчины, приколы ради, приходили в платье. Естественно, это было с тёбом. Ну, потому что, как бы... С тёбом, но шутка с долей шутки. С тёбом в плане над женщинами. То есть, изначально это было жёсткое высмеивание женщин, как шлюх тупых, жадных до денег, там, не знаю, всего чего угодно. Ну, то есть... Таких хабалистых немножко. Да, то есть... То есть, как бы из пародии всё вышло. Да, то есть, тогда мужчины же не могли открыто говорить о своей сексуальности. То есть, им всё равно приходилось заводить там женщин, жён каких-то. А, понятно. То есть... Они встречались между собой и обсирали женщин. Угу. И... Типа, я сейчас женщин обосру тем, что переоденусь в неё. Да, и буду показывать, какая она тупая, какая... Господи, мне нужны деньги на то-то, там, не знаю, или... Типа, там, дайте мне три члена сразу. Типа, это была жёсткая, прям такая издевательская штука над женщинами. Поэтому... Чем-то, например, кривое зеркало или тик-токи какие-нибудь современные. Знаешь, когда мужики по... Да, полотенце. Вот этот, как его, известный там чувак в чёрном парике. А, да-да-да. Стас просто класс. Он же тоже такой, типа, стереотипы. Да, это вот буквально то, каким... Это даже было тогда не драг, ну, вот драг был в начале двадцатого века. Угу. Я думаю, это всё ещё вот мулен руш, вот тоже было там стопудово много чего-нибудь такого. Ну, в смысле, вот эта вся культура... Да-да-да, было высмеивание женщин... Всякие публичные дома. Сексуальности. Это вот было то, что внутри гей-сообщество. Угу. И ситуация начала меняться, когда начали появляться первые дивы, которыми геи начали... Восхищаться? Восхищаться, да. То есть кто-то делал это настолько круто, что они становились звёздами? Ну, допустим. Просто смотри, если раньше это было то, что там, не знаю, короткая юбка там, сетка, просто образ шлюхи. Угу. Когда начали появляться дивы, может быть, там, Мэрлин Монро, там, ещё... А, ты имеешь в виду, это же реальных... Когда начали появляться... А, я думал, трак дивы. Нет, женщины-дивы, которые... Секс-сексимволы, то есть? Для... Ну, для нас это не секс-символы. Для нас это как... Ну, для всех, я имею в виду. Ну, типа, да. Я бы сказал, как... Все равно в геях есть женская энергетика. И то есть, когда энергии видели сильную, красивую, уверенную в себе, там, не зависящую от мужчин женщину, или которая, там, могла лёгкие на то время высказывания делать про то, что love is love. И то, что она себя там не ограничила в чём? Да, 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 да. Тогда геи вот начали любить вот этих див-женщин. И тогда драк начал приобретать какие-то уже не издевательские, не высмеивающие тона, а превозносящие женщины. Для меня, кстати... Сейчас мы продолжим. Я просто... Для меня всегда тоже был вопрос, что вот есть дамы известные, там, типа, Лолита Милявская, там, ещё кто-то, Мадонна, там, которые считаются гей-иконами. Но я всегда... Ну, не очень было понятно, так как я не в этой среде не общаюсь, почему они. Ну, то есть, это из-за того, что они такие крутые, независимые и... И свободные ещё, потому что, возможно, в них мы хотим увидеть своих принимающих матерей. Это больше, наверное, даже загвоздка для чуть более старшего поколения, потому что, допустим, когда Пугачёва пела... А, Пугачёва тоже, да? Геи видели одновременно свою принимающую мать в ней, возможно, часть себя. Угу. И вот уверенную же и к крутую, добившуюся женщину своей. Да, 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 да. Вот тогда начали... Драк начал превращаться из издёвки в какое-то, да, уже не такое злое пародирование. Слушай, сейчас можно немножко вернуться опять к гей-иконам? Я подумал, было бы клёво, может, нарисовать серию рисунков женщин, которые стали гей-иконами. Можешь ещё сказать примеров? Ну, я могу сказать, есть из русских, но это Алита, Пугачёва, Тату... Которая сейчас в Единую Россию вступила. Ну, да. Тогда она была иконой, и до сих пор их песни. Ну, понятно. Шер, Мадонна, Мерлин Монро, Лайза. Да. Кто ещё? Прикольно, что у вас, ну, это потому что певицы, потому что из-за песен транслируют. Глория Гейнер. Да, 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 конечно, да. Уитни Хьюстон тоже. Господи, ты можешь просто открыть, я думаю, наверняка на Spotify есть такой лист, плейлист, типа гей-иконы, гей-гимны, и там вот увидишь. Прикольно. Я просто сейчас во время просто идея такая могла быть. А это, кстати, одно из классических заданий, которые вот я когда начинал, я же... была такая программа в клубе Drag University. Я не знал. Где, допустим, начинающим артистам дают шанс выступить... не шанс, а возможность выступить. При этом тогда нам помогали развиваться, то есть там шоу проходило раз в неделю, каждый вторник или среду. Вторник, по-моему. И нам на каждую неделю давали задания. То есть там, не знаю, русский народный образ, образ иностранной гей-иконы, образ русской гей-иконы или, допустим, все делают Пугачёва, но какие-то разные песни, то есть... Ну, типа ру-пол, да? Ну, типа пародирование. Да-да-да, то есть нам давали задания, и вот задания... Какое-то не на телевидении, а в клубе всё, да? Да-да-да, и то есть тот, кто делал это удачнее всего, и если там другие артисты или арт-директор понимал, что действительно хороший номер, который можно поставить на разогрев в начале вечеринки, то есть там ставили с небольшой оплатой на пятницу или субботу, а это было пиздец, как охуенно в то время. А если ты понимаешь, что начинающий артист, там, не знаю, полгода или год, выступаешь по вторникам, ну, кто там приходит, ну, человек 20, ну, может, 30 иногда зайдёт, ну, что там, допустим, может, твои знакомые или про скиты компании случайные, а тут тебе дают выйти в пятницу или в субботу, да, в начале ночи, ну, допустим, там, это час или два ночи, на полный зал с другими артистами кабаре, и это мы просто очень... Ещё ей давали денег чуть-чуть. Да, 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 мы все... ну, или фри-бар, что, в принципе, нормально тогда было. Вот, то есть мы прям делали, старались, чтобы это получилось, потому что хотелось. Потому что наша главная задача, ну, как моя тогда, это выйти на публику, выйти, ну, как... Ага. Не на знакомых и пару случайных зашедших людей, а на... Ну, понятно, на широкую аудиторию. Да, в прайм-тайм. Такой вопрос сейчас у меня вдруг возник. Ну, вот сейчас то, что я был, ну, я был в основном на, типа, драги и бурлеск когда, да, но всё равно женская... ну, и на бурлеске женская аудитория, и там тоже много фанаток именно драга была. А вообще в клубах ведь, ну, в гей-клубах вы в основном выступаете, и там в основном мужчины всё равно, да? Да, но это началось, что относительно недавно... И за руку, наверное, да. Может быть, да. Потому что, смотри, геи как бы уже приелись к нам, вот, вот, насколько это возможно. В смысле приелись? Ну, в плане они, зная, что они придут в любой выходной день, да, в клубах будет одно и то же. Есть определённые фанаты наши, знакомые или друзья. Вот я хотел спросить, есть ли у вас какие-то прям фанаты, которые вот... Ну, есть, есть такие, но их не так много. А большинству геев, как бы, допустим, мои бойфренды до того, как познакомились со мной, они ходили в клубы, но они в рот не ебали, как зовут того или иного артиста, потому что... Это как фон? Да, типа фоном. Типа что-то блестящее там двигается под какую-то более-менее интересную, приятную композицию для танца и всё, как бы больше ничего и не надо. Когда мы с ними начали встречаться, я начал объяснять, вот это такая-то артистская, это такая-то, они разные, не надо их путать. У них разный стиль, вот, и тогда они начали различать. А это старое поколение, ну, не старое, скажем так, может быть, 30+, уже просто приелись к нам, потому что, ну... Как бы, что, чего они не видели, чем мы можем их удивить, уже вот, всех подряд видели, столько номеров было, как бы... А молодое поколение, тут есть, как бы, различия о том, что, ну, допустим, вот от 18 до 25 часть пересмотрела Drag Race, весь по несколько раз, возможно, и они сами знают, как должно быть лучше. Я не знаю, что ты неправильно делаешь. Вот та-то из Америки делает пизжить тебя, блядь, они буквально каждый раз говорят support your local queens. Типа, да, это классно, то, что вы видите американское вот это вот шоу, что вы смотрите, что вы, как бы, интересуетесь Drag Race, что вы... Не забывайте, короче, про это. Не забывайте про то, что у них не было... у них не было этой культуры 10 лет назад. У кого? У американцев. Не было? У них не было... ну, была, но, говорю, 10 лет назад, когда первый сезон Drag Race, там это те же самые дравести. А вот этот вот уровень Drag Race, он у них начался, ну, может быть, лет 6 назад. То, что... То, что... То, что... Да-да-да, вот, начиная, наверное, с неё, может, там, с Бьянки, ну, она тоже оутскульный представитель, насколько это возможно. Мы просто включили с Катей этот RuPaul, прости, что я тебя перебиваю, но такие... Первый сезон, естественно, на Netflix, и такое там всё старенькое, там ещё снято всё, как в начале 2000-х. Да-да-да. И мы такие, как-то это немножко устаревшее всё выглядит. И что-то даже не... Вот, и как бы мы ещё до этого доходим. Мы вот молодое поколение, мы стараемся это приблизить своим творчеством, своими номерами, своим макияжем. А вот часть вот этих ребяток, которые как бы ещё уже пересмотрели весь Drag Race и только-только знакомятся с артистками, Бывает такое, что они даже не интересуются артистами в Москве, но при этом фанатеют Drag Race. Ну да, вот у меня, кстати, помощница моя, Маша. Привет, Маша, она, наверное, будет тайм-коды делать. Она приходила день рождения свой праздновать в Центральную станцию, когда был с Тиной, вот, у вас первая. Вот, и она вот именно фанатка RuPaul, ну, Drag Race, и она мне сказала, кого нарисовать список написала из известных вот самых. Вот, но в России она первый раз, по-моему, была как раз нова. Она прям дикая фанатка эта. Вот, типа, люди фанатеют, а... А местных не поддерживают. Да, да, да. А как бы те-то появились... Артист без поддержки мало что может. То есть, будь то домашний артист, и есть такие, кто больше там работают на Инстаграм, не выступая вживую или делая это очень редко, но им нужна поддержка. И артисты, которые выступают вживую, нам тоже нужна поддержка. Да, мы требуем чуть больше, чем Инстаграм артисты. Мы, как бы, просим вас прийти в клуб, оплатить билет и, как бы, посмотреть на наше шоу, пообщаться с нами. Но если бы не поддерживали артистов RuPaul Драгрейса, не было бы и RuPaul Драгрейса и таких колоритных, сочных, интересных артистов. Понятно. Ну, видишь, тут еще, мне кажется, современное поколение. Все-таки Netflix легче посмотреть и вообще что-нибудь в интернете. Очень трудно куда-то пойти вживую. Мне кажется, в принципе, люди в целом-то меньше стали ходить. Ну, да, особенно после пандемии и все такое, но... Вот, про девушек на выступлениях. Это вопрос, которым задаемся мы очень много, потому что... Сами задаются. Да, потому что, какого хера? Типа, это, по идее, искусство, которое делают мужчины для мужчин. В гей-клубы. Почему публика вся из женщин? Да, почему, допустим, вот у нас состоит публика из женщин. Почему это такой момент, то что в целом в гей-клубы стало ходить больше девушек? То есть, если раньше это было, ну, допустим, 10 максимум, типа 30 процентов, а сейчас девушки это чуть ли не половина. Ну, потому что они себя там безопасно чувствуют, что к ним никто не пристанет, что там дружественная толерантная обстановка, ну, в плане, значит, нету быдланов. Да, просто бывает такое, что девушки там начинают себя вести в роли быдланов. А, да? Ну, вот это я не знаю. Бывает такое. Ну, нужно же кому-то эту роль на себя брать. Ну, типа, да. Пустое. Святое место пустое не бывает. Угу. Прикольно. У меня каждая ремарка прикольная, круто. Да, так, но я что хотел еще с тобой поговорить про то, что ты недавно как бы новый поворот у тебя карьера совершила. Да, да, да. В Бурлеск, Бойлеск и вообще... Бойлеск даже, да. Да, с подачи моей девушки Екатерины. Да. Ты выступил три раза на... Вот у них был спектакль весенний... Тайны весеннего леса. Тайны весеннего леса, да. И ты... И этот номер разорвал всех. Это был самый крутой, конечно, номер из всего спектакля. Тут как бы это не мое мнение, это естественно... Ну, в смысле, объективно. Вот, и... И как у тебя вообще чувства, почему ты решил туда пойти, и что ты вообще планируешь в дальнейшем с какое-нибудь развитие... Ну, то есть я как бы знаю, что ты планируешь, но расскажи про это. Потому что это все очень интересно. Ну, сейчас я так говорю. Что в целом, мне кажется, мало кто из артистов, из драгов туда вообще суются. И они такие, мы типа сами... Ну, тут свой у нас тут домик есть или клуб, и туда мы вообще не лезем. Вот. А ты такой прецедент создал, и это, мне кажется, очень круто. Ну, опять сейчас пойдет беседа на 40 минут от меня, монолог точнее. Изначально я пошел в драг, потому что мне не хватало выплеска моей феминной энергии. Ну, насколько я сейчас могу судить. То есть меня в институте загоняли то, что ты должен быть парнем, там, мужик, все такое. А ты, кстати... Я учился на актера. Да, вот. То есть ты должен быть парнем, там... Я хотел тебя спросить, ты сначала в актерское пошел, а потом драгом стал? Актерское, да. На втором курсе института я начал заниматься драгом. А, ну да, я следил 19 лет. Ну да. Да, то есть ты должен быть парнем, непроявляемая нервность, там, ни-ни-ни... Слушай, я думал, в актерском учебном геев. Ну, есть, но у нас пока, как бы, не везде, не все преподы готовы работать с парнем геем, с другой энергетикой, да. Понятно. Я просто... Просто мне не повезло, а на параллельном курсе учился парень, которому с этой энергетикой разрешали работать, выступая, так скажем, в образе бабушки, там, или еще что-то. А мне такое запрещали делать. Просто я же в Афгике учился у нас тоже, и уроки с актерами были, и у нас у самих актерское мастерство было. И я просто не знаю особо, как у нас, но явно в Афгике очень много тоже геев было. Много, просто, говорю, не все педагоги, как бы, может, настолько прогрессивные, что готовы, как бы, работать с... Короче, олдскульщики всё-таки. Да-да, наверное, так правильно назвать. И я пошел выступать в драк, и мне это очень понравилось, потому что, наконец-то, я мог выплеснуть свою феминную энергию, как бы, и всё такое. Потом постепенно-постепенно я начал вводить в свой драк какие-то уже, может, маскулинные моменты, потому что я понял то, что, как бы, моя мужская энергия выплескивается только во время секса, но это чуть такое себе, и мне бы хотелось и в творчестве её задействовать. Вот я начал вводить маскулинные моменты в драги, и вот постепенно-постепенно, видимо, это вылилось в мою готовность быть с Катериной на сцене парнем, потому что у меня давно была потребность в дуэте, то есть я прям понимал, что я хочу дуэтный номер. Ну и у неё тоже. Потому что я, можно сказать, не делал этого практически очень-очень редко во время своей драк, так скажем, карьеры, да. Понятно. И когда Катерина сказала то, что так, то я, конечно, такой чуть типа, ну ладно, я подумаю, но в целом похуй погнали. Потому что до этого мы обсуждали что-то типа, да не, пиздобол. Типа она, когда я предложил ей дуэт, потом она предложила что-то там, типа, что мы оба наравне феминные. Ну вот я, как я помню... А потом я к ней сам подошёл на шоу и сказал то, что у меня есть такая-то идея, что я буду более маскулинный, а ты феминная. Чтобы это был бурлеск, красивый номер там с поддержкой. Потому что если я буду феминный, как бы эти поддержки, это всё будет смотреться чуть-чуть на ванну. Странно, ну да, да. Вот. Поэтому, видимо, я сам был тогда готов и хотел... Ну я, как помню, она первый раз, ну мы уже вместе были, она первый раз подумала про это, когда увидела тебя в этом белом парике. И вы там тогда ещё тусили на бар бурлеске. Да-да-да, потанцевали, да. И она такая, вот как классно, ты так похож. Ну мы могли бы сделать почти одинаковый образ, типа, сделать, как будто мы, типа, ну, двойники. Да-да-да, вот это мы обсуждали про то, чтобы я был в драге. И вот, а потом... То есть это твоя инициатива была сделать что-то... Получается, да, да. Так понял. Сейчас вспоминаю, и я предлагал момент такой, типа, я змея, она Ева. Ага. Ну у меня просто тогда был образ какой-то змеиный, либо я там, условно, Гаргон. Ага. Вот, а она там, Одиссея. Ага. Вот. Так что вот так? А я, знаешь, у меня... Мы тоже с ней просто беседовали. Почему вообще так это всё происходит? И у нас теория такая, не знаю, у меня или у нас вместе. Ну мы просто это обсуждали. Почему вот тебе стало интересно, и вообще, почему может это быть? Что у меня такое ощущение возникло, что ты когда... Вот ты сначала как бы парень, потом ты становишься... Тебе не хватает какой-то выплеска творческой энергии и всё такое, женской энергии. Ты становишься драгом, но... И моя мужская энергия начинает страдать от этого. Даже нет, я даже не про мужские, женские больше, а про то, что всё равно это как бы не ты. То есть, ну в смысле... Я тебя понимаю, я тебя понимаю, да. То есть это всё равно образ. Маска, да. И люди любят образ, и вот как бы не хватает именно... А то мы чуть-чуть заигрим уже под столом ножками. Ну как бы куда-нибудь из этого. И тебе уже хочется, чтобы типа полюбили не образ, а тебя. О, да, да, да. Это кажется, ты подслушивал в интервью про то, что... Да, ну как бы вот я, я боюсь условно выйти на сцену, или сцена требует того, что у меня не было маска. Вот то есть это вот так... Это, кстати, нет, но ещё... Подожди, вот маска. Да. То есть сначала вся любовь прилетает на неё, это я рассказывал в интервью то, что... Я это потом услышал, вот в том-то и дело, что... То, что сначала ты выходишь в образе, там просишь сигарету, тебе 10 пачек умолений вот это выставляют, ты выбираешь. Либо там тебя угощают. Ты смываешься, такой обычный парень, подходишь к тем же людям попросить сигарету, они такие, ты кто? Пиздец отсюда. Понятно. Вот. То есть да, вот этот образ, на него вся любовь, и как бы поначалу очень сложно перенести эту любовь к себе. Ага. И от этого, может, чуть-чуть загоняешься, и вообще все силы уходят в этот образ. Да ведь большинство артистов вообще, они как бы нормально так привыкли, ну драг артистов, они такие, ну вот всё, они как бы с этим и живут, и нормально... Большинство драг артистов очень закомплексованные парни. Вот, да, и мы как-то вот в Сочи были в «Маяке», и выступали, ну артисты, и они и пели, и просто смешные очень. Очень нам понравилось, мы с Катей ходили, Саней и Павловой, очень нам понравилось, и прям очень-очень идеально. Ну да, «Маяке» очень хорошие артисты. Да, и мы там что-то тусуемся уже потом, и смотрим, а, или мы сами уходили, и видим, артисты выходят, они же, и то ли мы, то ли я, то ли ещё кто-то, типа мы, к ним такие, нам очень понравилось, очень было здорово, и они такие, и всё, и убежали. Ну, в смысле вообще... Ну, часть бывает, что заёбанные, и как бы... Нет, тут видно было, что они, типа, такие, типа... Пугливые. Ну, как бы, типа, к нам без образа лучше вообще не подходить, типа нас тут нет, мы тут хотели уйти незаметно, а вы тут к нам... Ну, да, есть такое. Ну, я имею в виду, что это немножко подтверждает твои слова. Ну, вот я очень со многими знаю, общаюсь, и я где-то год назад перестал настолько сильно разграничивать себя и образ, дабы получать эту любовь. Ну, как бы всё равно и в образе, и люди, которые меня не знают, предпочитают, чтобы звали меня Ванила, а не Сева. И... А с близкими, ну, как были условно знакомы людьми, как с тобой, как с Катериной, я... Может, это благодаря вам то, что вы меня называете Ванилой, и я, как бы, уже сам себя ассоциирую с Ванилой, а не с Севой. Да, мы так и так и так называем, мне кажется. Вот, и... Мы записывали небольшие интервьюшки для одного из шоу наших, пришедших, и все артисты такие, типа... Вот, я... Не образы меня зовут... И мы... Ой, блядь, потом потом лучше запикаешь, чтобы не было имен. Ну, ладно. Мы совершенно разные люди. Я, как парень, очень скромный, очень закрытый, очень, как бы, такой неяркий. А как артист я такой... Типа, дива, дива, яс, яс. Все просто... Все глаза на меня, я самая шикарная. Вот. И это очень у многих. Очень у многих драк артистов именно так, что... Как очень закрытые парни и очень яркие королевы. Да. И... Вот, и он, типа, тягальвится. Ну, то есть, они дают себе возможность быть, какими они хотят, говорить, что хотят, что они никогда не скажут в жизни. Да, да, да. И вообще... Ну, так же, как, мне кажется, вот, знаешь, эти комики, которые, типа, бород и прочее в образе. Ну, которые образные, да. Да, да. Ну, да, это умно и легче. Но, похоже, у тебя или у кого-то еще может эго чуть-чуть, как сказать, перевешивать. И ты такой, а любите меня таким, какой я на самом деле тоже. Ну, это я охренелся от этого, то, что после первого спектакля у меня был такой self-love к себе. Просто максимальное обожание себя как парня, обожание своей внешности, своего тела. Такое после драга редко случается, потому что, ну, типа, грим. Ты смываешь, у тебя лицо чуть уставшее после макияжа, после смывки, все такое. Тело у тебя, как бы, ну, может, тело мужское свое частенько люблю, но все равно оно уже не то, которое, как бы, привлекает внимание. Но уже тело сильно меняется еще. Ну, да, бедра, подкладки, извините, рост меняется. Вот, и после драга приходится, типа, заставлять себя любить как парня, типа, говорить то, что так, если бы не ты, то и прекрасной женщины бы не было, и все такое. А после первого спектакля я просто такой, какой я охуительный. Типа, прям умоляю, какой я классный. Ага. Это было очень... Терапевтический эффект. Очень непривычно. Это было прям вот что-то, можно сказать, в новинку. Ага. Потому что, вау, я прям после сцены, прям и во время сцены, непременно, как бы, напрямую я получаю любовь. Это вау. Ну, и вам еще и аплодировали, мне кажется, на первом спектакле вообще. Вообще, это был разъеб. Просто это было настолько классно. Да, блядь, даже на последнем спектакле, когда были вот эти вот мужики токсичные, даже они после номера, когда мы закончили, они такие, не, ну вот это классный номер, это прям класс. То есть, они всех засирали, насколько я понял, что-то шутили, угорали над всеми номерами. Ага. И после нас такие, я слышу, то есть, когда я встаю, по-моему, я хотела не подняться, они такие, не, ну вот это прям класс, тут прям заебись. Я такой, ладно, класс. Ну, круто. Ну, и ты планируешь, получается, потихонечку тоже в этом номер. Да, мне это... Ты будешь и совмещать, и то, и то. Да, да, типа и... Вы выступите, наверное, и на Ladies of Burlesque с этим номером. Да, да, то есть, как бы я не брошу ванилу, потому что это всё равно прикольно, это как... мне это нравится. Ну, и что-то вот это новое для себя пробовать... Слишком крутое получилось. Жаль просто. Да, 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 да. Здорово. Ну, чё, ещё? Я не знаю, у меня как-то вопросы как будто кончились. Ты чё ещё? Хотел чё-нибудь? Мы поговорили про Burlesque, про то, как я начинал. Ну, думаю, про пошив образов. Такое себе, я думаю, ты при этом Катерины знаешь. Ну, да, да. Тем более, что у вас в Burlesque всё равно они заморачиваются ещё больше. Ну, да, на самом деле, да. Все эти стразы и вообще... Поэтому, да, это... Проразиться между Драгом и Бурлеском, думаю... Ну, это понятно, что вы не... А есть, кстати, Драги, которые раздеваются? А, нет, потому что у вас же там... Ага. Типа я... Ну, редко у кого бывают такие номера, скажем, это называется там... Рок! Поспал, блядь. Там, преображение или ревью, то есть смена какого-то костюма. Но, условно, в Москве именно вот такой бурлеск, как бы, момент, первым начал я. Ага. Вот. Точно, да, ты же раздевался сразу практически, как я тебя увидел. Да, да, да. Да. Точно. Точно. То есть, вот этот пестис и все такое, как бы, это начал я вводить. Рок. Все, ему надоело. Да. Ну, скучно стало. Ну, конечно. Ну, гляди, иди ко мне на руки посидишь. Давай покажем. Сейчас мы покажем классного пса. Опа. Какой классный. Сейчас. Сейчас ты как микрофон порычи. Ладно, у нас уже, знаешь, превращается подкаст в зум-конференцию, где все своих животных начинают показывать. Походу, да. В общем, очень приятно, что ты меня пригласил. Это прикольно. Да, я просто, как будто ты так, мы клево поговорили, и очень больше всего мне понравилось про то, что вот этот философский, как сказать, разбор, почему это, в принципе, все происходит и все такое. И про историю тоже, кстати, это классно рассказал, потому что я мало чего знал про это. Вот, поэтому я даже, ты больше рассказал, чем я даже хотел узнать. Вот, поэтому, думаю, не знаю, можно, наверное, закончить, если только еще у тебя нет каких-нибудь классных идей, что-нибудь рассказать. Где вас можно посмотреть для тех, кто поддерживает, кто всегда поддерживает? Да, про то, что приходите, не бойтесь, мы не кусаемся, только если вы попросите. Можно найти у меня через аккаунт House of Tina и также аккаунт House of Tina можно найти через мою страничку. Я приложу твою сразу страничку в ссылке, во-первых. Там мы стараемся, я, по крайней мере, стараюсь регулярно более-менее сообщать о вечеринках, которые проходят с моим участием или без меня, где выступают другие артисти нашего хаоса. Посещайте просто гей-бары или гей-клубы, посмотрите. И не бойтесь, вас там не изнасилуют, не забрут в подвале, ничего такого, там просто дружелюбная и милая обстановка. Не отличающаяся ни от какого, в принципе, бара или заведения, кроме того, что там, может, мужчины по парам можно встретить. Да, да, как бы походите, может, по разным заведениям, вы откроете для себя разных артистов с разными фишками. А какие в Москве вот несколько? Из Central Station есть? Три обезьяны, есть Sisters и наше кафе, по-моему, называется. Он ещё, да, работает. Это такой вот прям представитель, там прям представитель старой школы. То есть, сходите туда, посмотрите. Я даже не слышал, наверное, раз. Потом походите в центральную станцию, три обезьяны, Sisters, увидеть, а, секрет, место такое, бар, клуб, точнее. Много, много очень разных артистов. То есть, от макияжа до, там, разных фишек в плане, кто-то более танцевальный, кто-то больше шутит, у кого-то более, там, феминизированный образ, у кого-то более фриковый. Вы найдёте своего любимчика, как бы. Кстати, ходите, поддерживайте нас, приходите на наше выступление. Кстати, можно прийти ещё и на Бурлеск, потому что ты вот бар Бурлеска вёл пару раз, да? Да, да, да. И было очень круто. В смысле, ты выступал там и вёл, и это было весело и здорово во всех отношениях. Так что можно ещё и так представить тебя, например. Да, да. Приходите на Кинки Пати, если... На Кинки Пати ты тоже, кстати, выступаешь. Да. Так что не бойтесь нас, мы не кусаемся, не называйте нас, пожалуйста, трансухами и трансвестерами. Либо хотя бы уточните лучше, как нас называть при личной встрече или в сообщении. Лучше называть по, наверное, тому, как вы называете, ну, в смысле, по имени или сценическому. В большинстве, как бы, по «она», вот, не «оно». Аплодируйте. Кстати, а это «оно» говорят, так это обидно, да? Ну, некоторые, да. Это очень-очень редко, это какие-нибудь очень сельчане, которые первый раз приехали и увидели драк, либо какие-то такие натуралы, которые случайно пришли из компании или там с девушкой из заведений. Такие, блядь, что ты. В общем, аплодисменты, дарите нам аплодисменты, снимайте нас в сторис, можно давать нам чаевые, если не чаевые, то можно нас угостить. Да, мы не кусаемся, мы работаем, чтобы развеселить вас и сделать ваш отдых интереснее. Да, вы, кстати, вот ещё в «Ровеснике», ты не выступал? Не выступал, да, но было шоу. Будете, наверное, ещё? Я думаю, да. Да, очень клёво. Я там был с Катей. Там была «Конарейка» и «Софи», да. Да-да-да, было очень круто. Привет им, если смотрят. Да. Ладно. Ладно. Спасибо тебе за приглашение, было очень приятно. Да, тебе спасибо. Мне тоже. Вот. Так что ладно, давайте заканчиваем. Подписывайтесь на наши профили, следите за нашими сторис и объявлениями. Всем пока, целуем. Всем пока.